Всем привет! Я отсутствовала на ютубе более 10 дней, но это по той причине, что мы очень сильно болели, и еще это все продолжается. Наверное, это слышно по моему голосу, и такое ощущение, что это не закончится никогда. Вы знаете, это было что-то не такое, как обычно ОРЗ бывает зимой, а это что-то другое. Ну, сейчас уже получше, и осталось лишь только восстановиться, и все. А сегодня я хотела рассказать вам, как они будут заставлять людей есть мух из сверчков, пюре из мухи, черная львинка и так далее. Все дело идет к тому, что в России устроят голод. Давайте мы с вами вспомним 90-е годы, как это было. Помните эти пустые полки, когда заходишь в магазин, нет вообще ничего, и даже за хлебом очередь. То есть люди были голодные. Изредка можно было что-то найти, там какой-нибудь кефир, там или какую-то консерву, но это было очень редко. Так вот, как они это сделают? Они ничего нового придумать не могут, и сделают они точно так же, как и раньше. То есть устроят голод сначала, и то, что голод будет, это уже 100%. И вот даже уже напрямую они говорят, что с нового года еще в России вырастут цены. У меня на телеграме есть видео, прям сегодня выложила. Там они прям в открытую говорят, что цены вырастут еще. Так вот, когда цены будут очень-очень высокие, а может быть продукты потом пропадут и вообще, в это время, когда люди наголодуются, им и подсунут вот эти вот мухи, сверчки и жуки. То есть так же, как было в 90-е, помните, устроили голод, а потом подсунули вот эти генномодифицированные ножки Буша, сникерсы с технологией Криспор, вот эти марсы все, баунти, подсунули, и люди с голодухи стали есть все. Так вот, ничего они нового не придумали, и вот именно так они поступят и сейчас. Сначала устроят голод, а потом подсунут сверчков. Потому что это так работает. Если вы сейчас, например, придете в магазин, да, там у вас все продукты, там соки стоят, все вот это сыры, там молочка, и вдруг будут стоять рядом какие-то сверчки, и вы, конечно, даже еще и ругаться там начнете, да, из-за этого, что тут каких-то сверчков вам поставили в баночках. Вот. А когда в магазинах не будет ничего, а будут стоять только вот эти вот банки со сверчками или печенье, вот видели, наверное, уже все это видео, как в Ставрополье уже там заготовлены лапша из каких-то там червей, и потом печенье, печенье из муки со сверчками, оно выглядит так прям как продукты. И вот когда люди, наголодавшись, увидят вот это вот в магазине, а ведь не каждый читает состав, и будут брать это, потому что люди будут голодные и будут это покупать. Потому что такой способ работает, и он сработал в 90-е годы. И вспомните, как люди покупали эти ножки Буша, как стояли за ними в очередь. Как купить сникерс, это было что-то такое необычайное, новое, там, американское, да? Вот так же это сработает и сейчас. Оголодавшим людям подсунут сверчков и мух. Пюре там из них, или там что там еще из них собираются делать. Гранулы там какие-то, соусы и так далее. Возможно, даже на этих продуктах и не будет написано, что там какие-то мухи, черная львинка. И люди будут это хватать и есть. Продолжение следует...